Так, Аня, Катя, привет! Хочу вам показать пару видов с горы Кошки на Семизе, на том самом Семизе, где вы были. И, возможно, те места, которые вы пропустили, пока отдыхали около моря. Главное тоже не плюхнуться отсюда. Семиз очень красивый как поселок, естественно, так и вокруг открываются много классных видов. Так, пардоните, чуть не грохнулся. Скальный участок Семиза и вот именно конкретно горы Кошки, это ландшафтный парк. И он, безусловно, стоит того, чтобы его посетить. Пусть я вожу сюда не самые дорогие экскурсии, а экскурсия всего стоит 500 рублей. Но это одна из самых именно видовых и классных площадок, которые просто отдыхающий турист, я считаю, обязан посетить. Вот и вам, если вы его таки не посетили, я сейчас вот такую маленькую экскурсию со своим лицом... Ну, куда же деваться? Покажу. Так, конечно, неудобно лазить, смотреть сразу в камеру. Тем более, где-то у меня тут еще ребята идут. Я немножко от них убежал. Вот, смотрите, как там. Ну, туда мы, наверное, не полезем уже прям, прям очень жестко. На самом деле, у нас экскурсия уже длится 2,5 часа, и мы только все это время только лазаем по кошке. То есть, можно себе представить, мы еще даже не спустились в сам поселок. Так, еще раз. Такое, да. Ну, вот, немножко с моей экскурсии, без моего лица. Какие тут открываются прекрасные виды. И, конечно, вид вот с высоты на сам Семиис, на Кипарисово-Алеево, вы ее, наверное, конечно, знаете, на скалу Дива, на пляж Санатория Юность. Видите, кораблик даже внизу. Сейчас я... Сложно определить, где мы все еще идем по хребту. Видите, вот там он виднеется, айпетри в облаках. Вот, и тут вот, конечно, вот дальше уже ссыковато лазить. Скажу честно. Лето во всей красе. И кончилась плохая погода, и, наконец-то, наконец-то можно полазить уже и все это увидеть. Так, девчонки, продолжаем нашу небольшую экспедицию по горе Кошка. Сейчас я лезу уже куда-то в сторону. Ну, вряд ли ее в сторону, конечно, головы, но тут уже такое. То есть я оставил, попросил экскурсантов своих немножко подождать меня. Вот, сам немножко спустился. Ну, вид, конечно, тут, в принципе, в одну сторону он примерно одинаковый, но он все равно очень-очень красивый. Опачки. То есть, вот идем вот по такому. Скальник, я дальше особо лезть не буду, не то, чтобы, блядь, там сильно боюсь, ну, но боюсь. Такая тема. Ну, не знаю, скучаете вы по Крыму или нет, но я вот скучал вот по этим вылазкам и прям вот с большим энтузиазмом сейчас по этим горам, скалам лазаю. Так, ребят, ну я, девчонки, я надеюсь, вы поднимались хотя бы на диву, и вот за Крылом Лебедя туда подальше идут как раз вот эти все пляжи, видите, вот дорога, вот кошка, все эти места. Сейчас мы спускаемся вниз. Так, аккуратненько. 270, или 261, или 270, одна ступенька. Навесной мостик-то тоже есть. вот эта скала Пане, там была крепость раньше, остатки даже ее стены остались. Говорят, мертвого дельфина, вот в море видели только что. Так, а я бегу обратно за своей группой, которую я в очередной раз немножко отпустил от себя, чтобы заснять пару кадров этих чудесных мест. Передаю вам большой привет с южного берега Крыма. Время, проведенное с вами, я никогда, наверное, не забуду. Было весело, классно, грустно, по-всякому. Но все равно здорово.